Здравствуйте, дорогие друзья! Я расскажу вам о способе размножения розы, который назвали в честь испанской лепешки буррито. При его использовании черенок розы нужно обернуть в пару слоев бумаги, и при поддержании влажности и температуры черенки розы быстро прорастут для посадки в грунт. Чем так хорош этот метод? Техника немного отличается от классического черенкования, что имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Среди плюсов – это лучшая приживаемость черенка, возможность контроля корнеобразования до самого момента посадки черенка. Возможность отбраковать черенки, которые вообще не проросли, и не высаживать их в землю. Недостатков у этого способа гораздо меньше, а из существенных так вообще один. Не получится отобрать вроде бы проросшие черенки перед высадкой. Если все ветки розы дали корешки, то можно предположить, что все они превратятся в кусты, но часть из них обязательно не приживутся, даже несмотря на наличие корневой системы. Прежде всего нужно отобрать материал для размножения. Это должны быть крепкие веточки с взрослой розы. Брать молодые летние побеги не стоит, так как они просто будут гнить в мокрой бумаге. Также не подойдут и магазинные розы из букета, поскольку их выращивают в других климатических условиях в большинстве случаев. Нужно нарезать черенки длиной около 20 сантиметров, чтобы на них было не менее трех спящих почек. Перед тем, как обернуть их в бумагу, надо замочить их в стимуляторах корнеобразования на несколько часов и продезинфицировать. Затем подготавливаем бумагу или газету, которая сложена в несколько слоев. Черенки собираем в группы по 5-6 штучек и каждую группу оборачиваем несколькими слоями бумаги. Обертку смачиваем так, чтобы она была пропитана водой, но из себя лишнюю жидкость не выделяла. Сверху заворачиваем такой буррито в полиэтилен. Далее убираем свертки в прохладное место около 15 градусов и ждем появления корешков. Раз в неделю их нужно проверять, бережно разворачивая сверток. Если есть плесень, можно выкинуть все черенки из свертка. В результате этого способа первые корешки могут появиться примерно через месяц. Редактор субтитров А.Семкин